Десятая Генеральная Ассамблея Международной Конференции Азиатских Политических Партий состоялась в Москве при поддержке партии «Единая Россия». МКАП в настоящее время представляет собой 352 политические партии 52 стран и объединяет 6 миллиардов человек. Основной целью встречи стало развитие сотрудничества, взаимопонимания и доверия между странами. Участники Ассамблеи обсудили актуальные вопросы мировой политики в рамках круглых столов и панельных дискуссий. Все участники свидетельствуют свое отражение Российской Федерации и называют Москву одним из ведущих главных центров мировой политики и мировой общественно-политической жизни. Каждое государство имеет право на безопасность и ее гарантии. Это должно стать фундаментальным принципом взаимоотношения государства Азии, которое мы будем далее ретранслировать на весь мир, по сути, перезагружая мировую систему на основу подлинных и практических многополитностей. Безопасность сегодня – это не только политическая, но и экономическая задача. Давайте решать ее сообщать через активизацию кооперации между нашими странами. Мы, самые влиятельные партии Азии, имеем для этого все возможности, а также прекрасный инструмент согласования наших стратегий в рамках Айкаба. В ходе заседания «Молодежного крыла» участники обсудили роль политических партий в снижении международной напряженности и борьбе с терроризмом, а также важность международного межпартийного сотрудничества в формировании и развитии политических, экономических и социальных связей между государствами. Будущее принадлежит ценностям и принципам диалога, дружбы, справедливости. Принятие Московской декларации, проект которой подготовлен секретариатом КАП и вынесен на рассмотрение 10-й Генеральной Ассамблеи, станет знаковым шагом к утверждению этих ценностей и принципов в мире 21 века. Мы решительно обосуждаем любые проявления насилия в отношении журналистов и воспребятствований их профессиональной действия. На сегодняшний день нами активно реализуются такие направления, как антиротическое воспитание молодежи, борьба с распространением экстремизма. Мы в России применяем практику блокировки различных ресурсов, которые воспроизводят экстремизм, развитие вообще Азиатского региона. Сегодня у меня, как я на каждом несказанно, это взгляд в будущее и за Азией будущее 21 века. В церемонии закрытия Ассамблеи приняло участие премьер-министр России, председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Важно, что страны Азии, Ближнего и Среднего Востока – это территория молодежи. Большинство населения, которое проживает в наших странах, это именно молодые люди и совместные проекты в гуманитарной сфере – это, по сути, мосты в будущее. В финале 10-й Генеральной Ассамблеи Международной конференции Азиатских политических партий участники проголосовали за принятие итогового документа Московской декларации, основными темами которой стали борьба с терроризмом, экстремизмом и урегулирование на Корейском полуострове. Участники Генеральной Ассамблеи поблагодарили организаторов и партию «Единая Россия» за проведение конференции.